Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 июля, день Панкратия. Назван в честь святого священномученика Панкратия, епископа Тавраменийского. Будучи отроком, Панкратий видел Иисуса Христа, общался с апостолами. В дальнейшем он, отказавшись от имени, доставшегося ему по наследству от родителей, ушел в Понтийские горы. В одной из пещер Панкратий пребывал в уединении, посте и молитвах, предавшись самопознанию и находясь в общине только с Богом. В дальнейшем был назначен апостолом Петром в епископы. В этот день пробуют первые огурцы. К этому времени они созревают на грядках. Продолжался сбор черники. Крестьяне даже на некоторое время отвлекались от сенокоса и уделяли время на сбор черники. С ее помощью очищали кровь, лечили печень, укрепляли глаза и многое другое. Приметы. Если уродилось много черники, зима будет морозной. Если черника еще не созрела, будет осень холодная. Первый собранный огурец обязательно закапывали в огороде в тайне от соседей. И это обеспечивало хороший урожай. Хозяйка хочет своему любимому сделать приятное. Конечно, ведь мне кажется, мужчина, он все равно эстет. Все равно. Поэтому хочется, чтобы глаз его радовался. Запахи это с запахами, но восприятие визуальное, оно тоже немаловажно. Поэтому мы все сделаем красиво. Давайте. И когда все это красиво, у мужчины возникает... Это 99% успеха. Правильно. У мужчины возникает желание... Мы начали съесть. Попробовать. Так, съесть, да. А когда он съест, уже сельдерей начнет действовать. И тогда женщина как раз возьмет то, что она задумала. Вот таким и кого. Когда готовила. Ага. Ну что? Будем пробовать? Ну, пожалуйста. Да. И, кстати, листовой сельдерей благотворно действует на сердечную мышцу. Укрепляет ее и используется в народной медицине как эффективное средство против подагр и ревматизма. Чтобы у вас, мужчина, был здоровый. Обязательно. Особенно здоровое сердце. Да, вкусно. У меня сельдерей. И здесь, чем дольше жуешь, тем лучше появляется вкус. А вот сейчас мы дошли до остренького. Да, вкус меняется. И вообще сельдерей содержит большое количество воды, что делает его отличным продуктом для любой диеты. А сельдерей не поправляется. Ваш избранник будет струнным. Это еще объясняется тем, что много воды. Имеется еще клетчатка, которая дает прекрасно работает желудочно-кишечный тракт. И человек чувствует себя бодреньким. Оксаночка, пробуешь? Как? Вот нравится тебе? Да, мне очень нравится. Долго его жуешь? Да, очень нравится. Вкус получается совсем иной. Сначала жуешь как трава травой, а тем не менее дальше жуешь. Вкус великолепный. Кстати, сельдерей полезен и для зрения. Он содержит питательные вещества, которые полезны для кожи и волос. Хотим, чтобы волосы были роскошные. Кожа великолепная. Сельдерей едим. Он прекрасно дополнительно очищает кровь. И что важно отметить, важно особенно отметить, что когда человек ест такой салат, такой чешковый сельдерей, и пьет сок из него, одна часть сельдерейого сока, две части морковного сока, поддаются любые кожные заболевания. Потому что очищается кровь. Вот какой. Просто уникальный какой-то продукт. У меня на даче растет такой громадный куст, каждый сезон вырастает. А вот я так периодически его съедаю к концу сезона. И правильно. Желаю всем телезрительницам и телезрителям съедать по такому кустику сельдерея. Это очень полезно. В течение сезона. В течение сезона. Не, ну а все, что продается в магазинах у нас зимой, тоже можно безопасно использовать. Это и корень, и стебель, и листья. Все можно использовать. А, и диету. Ведь можно на диете сельдерей его сидеть. 20-е лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok